Сдавать нормы комплекса ГТО второклассница Маши Тиховой предстояло впервые. И к этому дню девочка готовилась основательно. Каждый день она тренировалась, оттачивая технику выполнения упражнений. Поддержать Машу в сдаче норматива в ГТО пришли ее родители. Сегодня я сдала наклоны и прыжки. Мне больше понравились прыжки. Спорт – это здоровье и большая радость для всех. Мы переживаем за наших детей и участвуем в жизни нашего ребенка. Мы их настраиваем на лучшее детей. Мы им открываем новый мир. В сдаче норматива в ГТО приняли участие школьники со 2 по 10 класс. Ребята пробовали свои силы в различных упражнениях – виз, подтягивания, отжимания и прыжки в длину. Со всеми заданиями юные спортсмены справлялись с легкостью, несмотря на то, что для подготовки у них было совсем мало времени. А кто-то даже стал в этот день обладателем золотого значка. Один из плюсов сдачи норм ГТО – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Бег на золото сдал, прыжки в длину на золото. У меня пока что самые лучшие показатели из всех присущих. Это поможет поступить в тот ВУЗ, который я хочу. С каждым годом количество желающих сдать нормативы становится все больше. И в нашем городе есть все для того, чтобы абсолютно каждый мог получить заветный значок. Ежегодно сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» набирает все большую популярность как среди взрослых, так и у юного поколения. Движение ГТО сейчас очень у нас популярное. И когда мы задумались о дне здоровья, мы подумали, как можно охватить большинство детей, привлечь родителей к этому, чтобы они тоже могли сдать вот эти нормативы, попробовать свои силы, узнать, какой у них потенциал. Закончился День здоровья праздничным флешмобом. Если вы тоже хотите попробовать свои силы в сдаче нормативов комплекса, у вас есть такая возможность. Для того, чтобы попасть на тестирование, необходимо просто зарегистрироваться на интернет-портале gto.ru. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.